Друзья, всем привет! Жука Витальевна связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу разберем с вами ситуацию на крипторынке. Уже, мне кажется, становится традицией, что выпуски я записываю на этот раз в 3 часа ночи. Ну да, действительно, сейчас манипулятор основной Азии и, к сожалению, ничего с этим не поделаешь. Кто-то радовался, но радовался недолго, потому что все равно снесли стопы. Кто-то огорченный, наблюдал за рынком, находясь в лонгах и ожидая отскока, как я, например. Но факт тут один. Последние недели, особенно последние несколько дней, выдались действительно довольно жаркими для многих. Давайте сейчас с вами посмотрим ситуацию по биткоину и некоторым топовым альткоинам на графике. Но вначале я хотел бы напомнить, что у меня есть закрытая группа. Ссылку на нее вы найдете в описании. Зарегистрироваться можно по форме. Она не очень дорогая. И там я ежедневно и днем, и ночью делюсь своими соображениями по рынку. Еще раз ссылочку найдете в описании. Присоединяйтесь, будем страдать вместе. Ладно, давайте смотреть график. Ситуацию на рынке по традиции начнем рассматривать с биткоина. Вчера, конечно, многим потребовали нервы. Сейчас мы уже видим. Я и своим ребятам в группе давал то, что вероятнее всего это будет сквиз. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что сейчас смотрим актив на мелких таймфреймах. Действительно, нам провели довольно неплохой сквиз на лонгистов. Почему сквиз? Потому что движение полностью закрытое, движение довольно резкое. Вчера ночью я наблюдал за активом, то есть, соответственно, давали импульсы. И, в принципе, даже здесь по объемчикам вот так вот можно посмотреть. Дайте вот так вот приблизим. Видите, как импульс надавит? Импульс, 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 импульс. Ну, то есть, сплошные импульсы. Эти сделки довольно мерзкие. Объясню, почему. Потому что эти мерзкие сделки идут автоматически и идут скрытыми ордерами, что, к сожалению, неприятно. Причем здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что я не только под секс смотрел эти движения. Манипулятором основным у нас выступал Binance. И все-таки вот этими импульсами начали задевать стопы. Не делал скриншот журнала, но выглядело это приблизительно так. То есть, ордер давит, ордер давит. И дальше пошли закрываться, короче, мелкие ордера. То есть, ну, явный снос стопов. То есть, закрытие по лестинке всех стопов. И быстренько это все дело у нас откупили, получив вот такой вот снос на ланги. Давайте посмотрим ситуацию глобальную. Здесь довольно интересный момент, что, несмотря на то, что нам давит актив, все время его выкидывают выше, что показывает, что мы действительно до сих пор стоим на поддержке, стоим на глобальной поддержке. Да, здесь такой более размазанный канал, особенно учитывая то, что постоянные сквизы, все-таки, я думаю, здесь мы с вами будем ловить отскок. Здесь мы должны с вами, учитывая, что у нас все-таки было падение, коррекцию данного падения мы должны получить. Учитывая то, что сейчас сквизит на лангистов, да и, в принципе, здесь набираются неплохие позиции, то отскок минимум, ну, там, вот в этот канал за уровень 8 тысяч долларов, я думаю, вообще можно спокойно ожидать. Дальше, конечно, надо смотреть, потому что сейчас у нас все-таки четко сформировался канал, будем ли мы его ломать. Это исключительно в моменте. Возможно, мы с вами получим коррекцию, и здесь придется распределяться. В том числе, вот я как раз писал в своей группе, что если здесь на подходе к верхней зоне канала не будет достаточного покупателя, все-таки я покроюсь, потому что, ну, ситуация объективно опасная. Что здесь, как бы, таите? Очень опасно, очень хорошо выносят. Я, конечно, считаю, что это абсолютный развод, то есть действительно выкидывают вот эти вот все позиции, выбивают их, и дальше, ну, обеспечено нам хорошее и светлое будущее. Пока что, давайте так, это не больше, чем фантазии. Надо смотреть в моменте. В моменте, конечно, наблюдается откуп, наблюдается сквиз, и все-таки стоит с большей вероятностью уже от текущих уровней ждать более-менее какое-то адекватное движение. Тут еще хотел бы обратить внимание на то, что мы с вами получили довольно крутую коррекцию, и все-таки вероятнее всего вот в такой ситуации более резкое восходящее движение все-таки будет через какой-то набор позиций. Да, здесь не стоит забывать то, что, возможно, эти позиции набираются на сбитых стопах, но все же надо это учитывать. Просадка куда-нибудь вот сюда, вот сюда, ну, не совсем есть в ней смысл. Не было смысла тогда вот так вот с уровня 5000 все так сильно резко гнать. Все-таки рассматриваю это движение как непосредственно вот стряхивание всех, кто здесь в эйфории набирал, и более глобально, ну, все-таки думаю, что у нас будет выход выше. По крайней мере, там уровень 10 тысяч долларов, я считаю, что более вероятен, нежели уровень там 4,5, где у нас поддержка, 5,300. Все-таки рассматриваю я данную ситуацию как развод, развод глобальный, развод страшный, но вот особенно хорошо такие моменты видны на эфире. Смотрите, как нас вчера скинули, я, честно говоря, вчера наблюдал вообще в полном шоке, потому что у меня здесь, ну, действительно большой объем, а понимаете, в чем дело, здесь толком-то стопы, ну, некуда прятать, потому что уровень там 130, уже уровень отскока, ну, я вот, понимаете, здесь как бы действительно считал, что довольно стрёмно ставить стопы. И действительно, видите, как выносит. Это, между прочим, вот эта вот галочка, это больше 10% выноса. То есть действительно хорошо у нас собрали лонгистов, позиции их позакрывали, соответственно, ликвид набран, ну, я все-таки думаю, что более среднесрочно здесь ожидать стоит восходящих движений. Что касается ситуации по Ripple, также сносили, вчера движения были, там, полтора цента с лишним. Эти активы все-таки стоит смотреть на крупных таймфреймах. И что такое мы опять с вами наблюдаем? Опять мы с вами ловим отскок у поддержки. Ну, соответственно, глобальная поддержка, которая идет по всему пути Ripple. И, ну, опять она отыграла. Что это значит? Сквиз получили, глобалка отыграла. Ну, восходящее движение, я все-таки рассматриваю это как-то так. Да, тут будет довольно стрёмная ситуация, если мы там пойдем 27-30 центов, дальше опять пойдем коррекцию, опять будем тестировать этот уровень. Конечно, это надо будет уже там конкретно задуматься. Пока что и покупатель здесь крутой, покупки крутые. То есть я вот отслеживал вчера ночью, сегодня днем отслеживал, перед выпуском отслеживал, сплошные защиты, отличный покупатель, уровень держит. Там его добить как-то убер сильно, мне кажется, себе дороже. Lumen точно так же. 5,8 центов также стоит на поддержке. Абсолютно, давайте опять крупные таймфреймы. Поддержка, поддержка. Ну, там тоже назад смотреть, там тоже были сквизы поддержки. Такой же отличный откуп. Поэтому, несмотря на вроде бы кажущуюся неоднозначность рынка, можно наблюдать то, что у нас очень хорошо сносятся лонгисты. Зачем? Ну, за тем, что, во-первых, было очень большое количество людей, которые зашли по довольно привлекательным ценам относительно глобальных ситуаций рынка. Это действительно так. Их надо напугать, снести. И как на среднесрочных, как на более глобальных таймфреймах, так и на локальных мы везде видим сквизы. Опыт и логика дает понять то, что это не более чем развод, развод на лонги. И все-таки стоит ждать больше вероятности восходящих движений. Здесь, конечно, учитывая, как сносятся стопы, вероятнее всего, это будет более среднесрочный прогноз. Но и на локалке здесь тоже должны быть довольно неплохие отскоки. Причем, учитывая силу коррекции, я думаю, они будут довольно резкие, довольно импульсные. Рассматривать здесь точку входа или нет? Определенно, по биткоину точка входа это четкие 7400-7500. Это у нас ломает среднесрочный даунтренд, соответственно, выступает в качестве точки входа. До этих пор я бы не стал, потому что рынок действительно давит скрытыми ордерами и очень импульсно. Поэтому здесь напрямую еще непонятно, какой объем хочет распределить крупный игрок. Тут есть еще один вариант, он даже лучше будет. Если мы в текущих уровнях, то есть это получается 6800-8000, у нас с вами будет консолидация среднесрочная с явным набором позиций. Тогда нам это даст возможность вообще на обалденную, более глобальную точку входа. Потому что это уже будет подтверждение то, что нас вынес. Ну, грубо говоря, как мы с 6 уходили на 3 и там болтались 3-4 тысячи, где было очевидное накопление. Вот сейчас бы получить такое накопление тоже было бы довольно неплохо. И еще один момент. Большое количество вопросов мне пишут в комментариях, и я решил, что я буду записывать отдельные ролики с ответами на вопросы. Поэтому оставляйте свои вопросы в комментариях, я буду по несколько выпусков, соответственно, компоновать. И где-то, наверное, раз в недельку выпускать ролик с ответами на комментарии. Ну, а я надеюсь, что дал вам пищу для размышлений. Если был полезен, поддерживайте видео лайками, оставляйте свои соображения по поводу выпуска в комментариях. И если не подписан на канал, ну, подписывайтесь. Работаем. Работаем.